Уважаемые студенты третьего и четвертого курсов, мы продолжаем изучение дисциплины Академическое письмо. Нам осталось несколько лекций и мы перешли к последнему четвертому модулю нашего курса Оформление и структура дипломного проекта, библиографический обзор и его особенности. И сегодня тема нашей лекции об основании темы исследования, структура введения в научной статье и дипломной работе. Переходим к презентации. Итак, мы продолжаем изучение курса Академическое письмо и идем дальше. Как я уже говорил, наша тема сегодня выбор темы исследования, структура введения в научной статье и дипломной работе. Цель нашей сегодняшней лекции рассмотреть, проанализировать особенности, основные компоненты обоснования темы исследования в студенческих научных работах, а также структуру вводной части научной статьи или дипломной работы. В плане нашей сегодняшней лекции два вопроса. Первый – это обоснование темы исследования. И второй – структура введения в научной статье и дипломной работе. Итак, начнем с обоснования темы исследования. При написании исследовательской статьи следует обращать внимание не только на ее содержание, но и следовать в определенной структуре изложения, соответствующей международным принципам создания качественной публикации. В этом случае ваша работа будет иметь больше шансов на то, что ее примут к печати в рейтингом журнале. Тогда ее прочтут другие исследователи, станут использовать ваши результаты для дальнейшей разработки проблемы, а значит повысится количество цитирования вашей статьи, что, безусловно, будет способствовать вашей карьере ученого. Или будущего ученого в вашем случае. Автор приступает к написанию исследовательской статьи на том этапе, когда он сформулировал для себя проблему исследования и накопил достаточный фактический материал. В нашем случае это достаточная база исторических источников и исследовательской литературы по проблеме. При этом необходимо быть уверенным в том, что эта проблема представляет интерес для профессионального сообщества и уметь четко объяснить, какие преимущества даст ее решение. Решение проблемы – это фактически цель исследования. Для ее выполнения ставится ряд более мелких исследовательских задач, которые автор также должен выполнить в ходе своей работы, своего исследования. Далее автор должен хорошо представлять, что он будет делать с имеющимся у него материалом. Как именно он будет его использовать для выполнения поставленных задач. Другими словами, он должен определить подход к решению проблемы и методы ее решения. И, наконец, автор должен иметь примерное представление о том, чем все закончится, какие результаты он получит, решив поставленную проблему. То есть он должен сформулировать гипотезу своего исследования. И перейдем к вопросу структуры введения в научной статье и дипломной работе. Введение является обязательным и одним из наиболее важных элементов исследовательской статьи или дипломной работы. В данном случае проекта, да? Основная его задача заключается в том, что представить проблему исследования, аргументированно обосновать ее актуальность, объяснить новизну исследования, сформулировать цель и задачи исследования. Напоминаю вам английское слово research, исследование. Понятие актуальности подразумевает, прежде всего, потребность в изучении данной проблемы в интересах исторической науки. Констатацию наличия устойчивого интереса к ее изучению, как со стороны научного сообщества, так и широкой общественности, государства и международных структур. То есть, одна из целей ведения – это обоснование актуальности. На самом деле, это слово очень давно употребляется примитительно к студенческим дипломным работам, проектам. И раньше оно имело несколько идеологическую основу, подоплеку. То есть, раньше историки работали в историко-партийном ключе, опирались в основном на труды классиков марксизма и ленинизма. И отсюда актуальность работы, она обосновалась актуальностью стоящей, так сказать, партийно-политических задач перед обществом. И решения, допустим, 27-го съезда КПСС считались актуальными, а вот решения, так сказать, 25-го или 26-го съезда уже считались менее актуальными. Или решения какого-нибудь Пленума Центрального Комитета, которые проводились еще дважды в год между годами съезда. Так что слово актуальность, оно как-то немножко, так сказать, имело такую, так сказать, идеологическую, собственно говоря, составляющую, очень большую. А примитительно к истории в наше время, так сказать, на современном этапе развития этой науки, мне кажется, что вообще нет неактуальных тем в истории. То есть, актуально все. Ну, допустим, проблемы греческого полиса, допустим, да, или проблемы средневековой инквизиции, так сказать, изучение ее, да, каких-то аспектов. Проблемы истории нового мира, допустим, да, там, колониальной политики каких-либо держав, проблем новейшей истории. То есть, можно заниматься любой темой. Внутри уже, вроде бы, так сказать, устоявшейся научной проблематики всегда есть какие-то новые находки, новые повороты, новые взгляды. Вот могут появиться новые источники, новые мнения, вот, и историческая наука развивается. Вот она не является такой консервативной, так сказать, и очень такой, с такой достаточно негибкой наукой, скажем так, да. То есть, я бы считал, что неактуальных тем в истории нет. Поэтому, скорее, правильно принять термин неактуальность, а научная новизна. Научная новизна исследования – это оригинальные и ранее неизвестные положения, которые автор теоретически обосновал, затем проверил и подтвердил в ходе исследования. То есть, приступая к какому-либо исследованию, вам нужно показать, да, чем оно вам интересно, да, и чем это исследование, оно будет отличаться от, собственно говоря, всех предшествующих. Может быть, вы внесете там какой-то новый источник, может быть, вы внесете какой-то новый взгляд на проблему, да, может быть, по-другому поставите проблему исследовательскую, да. Ваша гипотеза, может быть, будет отличаться какой-то новизной, да. Так или иначе, вот, безусловно, цены те работы, которые обладают научной новизной. В обведении же приводятся историографические обзоры исследовательских проблем. Иными словами, коротко характеризуются представленные в научной литературе варианты решения их недостатки или неполнота. Либо доказывается полное отсутствие попыток ее решения, да, то есть то, что имеется такое белое пятно или лакуна в историческом знании. То есть, занимаясь той или иной проблемой, вы, как правило, ну, не первый исследователь этой проблемы. Поэтому нужно иметь уважение, как бы, да, и отдать дань этого уважения, так сказать, тем ученым, которые занимались этой проблемой и до вас. Нужно отметить, кто этим занимался, до вас, так сказать, какие существуют манения, точки зрения, какие-то основные базовые труды по данной проблеме. А если литературы недостаточно, вот, ну, это тоже, кстати, можно прийти к выводу, что пока эта тема недостаточно исследована, по ней довольно мало, как бы, так сказать, работы. И, соответственно, тем самым повысится ценность вашей работы. Попутно автор реализует еще одну задачу. Убедить читателя в том, что увеличаемая им проблема занимает важное место в отечественной и заближенной науке. Однако и до сих пор не было найдено удовлетворительное решение. В этом разделе автор должен максимально проявить свои аналитические способности и навыки критического анализа. То есть, если в самом тексте, как бы, да, в основной части диплома работы диплома проекта, вы много будете опираться на какие-то фундаментальные труды, вот, то введение, безусловно, вам придется писать самостоятельно, своими словами, своим языком, так сказать, делая собственный анализ, проявляя собственные способности, так сказать, да, и навыки критического мышления, критического анализа. Это очень важно и ценно. Введение. Это та часть статей или дипломного проекта, которую большинство читателей прочитывают особенно внимательно при отборе интересных им материалов. Несмотря на большой объем информации, которую требуется привлечь для написания этого раздела, он должен быть максимально лаконичным. Из него однозначно следует исключить информацию по типу ликбеза, которую можно найти в энциклопедиях, справочниках и учебниках. То есть в введении нельзя, так сказать, очень подробно говорить о том, о чем, допустим, можно сказать в основной части работы. То есть это типичный недостаток молодых исследователей, когда в введении они пытаются, как бы, в введении пытаются, так сказать, перетащить какую-то часть основной части. Или так, берут основную часть работы, отрывают от нее, так сказать, первые 10%, называют их введением, да, отрывают от основной части последние там 5%, да, и называют их заключением. Это неправильно совершенно, да. Вот. Если у вас работа посвящена, допустим, биографии какого-нибудь ведущегося деятеля, да, то в введении нельзя писать, что какой-то там человек известный, родился там-то, тогда это все материал основной части. У введения и у заключения, как мы об этом будем говорить позже, совершенно другие задачи, совершенно другие функции, совершенно другая особая структура. В введении вы должны не дублировать материал основной части, вы должны в введении указать, так сказать, актуальность или научную новизну вашего исследования. Вам нужно указать цель вашего исследования, задачи, так сказать, ступени, которые ведут достижение этой цели, да, обязательно показать на каких источниках, на какой литературе, на каком фундаменте биографическом написана эта работа, то есть дать краткий биографический очерк и указать, так сказать, из скольких структурных элементов состоит ваша работа, какова ее структура, вот, и, соответственно, затем уже можно будет переходить к основной части. Ключевые термины и определения стоит приводить только в том случае, если они двусмысленны или еще не устоялись в научном обиходе. В конце вводной части формируются цели задачи исследования, как мы уже говорили, да, а также приводится гипотеза автора относительно ожидаемых результатов. То есть после цели задачи выдвигается гипотеза, да, то есть что автор пытается сказать, пытается доказать, да, в этой, в последующей работе. Цель и задачи могут быть выражены номинативными, либо вопросительными предложениями. Еще один момент, который мы, так сказать, включили в данную тему, это вопрос, который будет нами рассмотрен не на лекции, а на семинаре. Это project proposal, да, то есть обоснование заявки на какой-либо проект. То есть повторюсь, это отдельный вопрос, который из лекционного нами вынесен на семинарский. То есть у вас будет отдельное занятие практическое, где вы будете попытаться, так сказать, подать заявку на какой-либо научный проект. Ну, допустим, на проект Балахак, да, что актуально для современного Казахстана. Итак, project proposal, да, project это проект, proposal это заявка, да, представление, вот запрос, то есть обоснование подачи, так сказать, да, вашей, так сказать, на какой-либо... ...конкурс научных проектов. Этому тоже желательно научиться, так сказать, хотя бы на последнем курсе университета. Это очень пригодится вам в будущем. Итак, project proposal это тема одного из последующих семинарских занятий по данному модулю. А возвращаясь к нашей теме, связанной с обоснованием выбора темы и написанием введения к дипломному проекту, мы переходим к вопросам для закрепления. Итак, первый из них, да, для чего необходимо обоснование темы исследования. Вот об этом говорится в первых слайдах, да, в начале данной видеолекции. А есть ли, по-вашему, в истории неактуальные темы для исследования, да, вот, но я достаточно эмоционально об этом говорил примерно, там, 7-8 минут назад, да, в ходе этой видеолекции. Что такое project proposal? А вот об этом я говорил совсем недавно, да, так сказать, и то, чем, так сказать, нужно будет заниматься на одном из семинарских занятий по курсу «Академическое письмо». Четвертый вопрос. Охарактеризуйте структуру введения в дипломном проекте. То есть я уже говорил, да, что введение заключения имеет особую структуру. Вот все эти структурные компоненты вам нужно будет указать вот в должном порядке, да, так сказать, первый, второй, третий, четвертый, пятый. И, наконец, пятый вопрос. Нужно ли в введении указывать хронологические рамки исследования? Итак, подумайте, да, следует ли это делать? Не буду подсказывать вам ответ, попробуйте сами найти ответ на этот проблемный в какой-то мере вопрос. И, наконец, список рекомендуемой литературы. Это электронный учебник «Основы научных исследований» наших аргандинских коллег. Это уже известная вам монография «Академическое письмо для историков» БУД, совсем недавно изданная в Екатеринбурге. Это учебное пособие для вузов Короткина «Академическое письмо. Процесс, продукты, практика». Это учебное пособие для аспирантов, студентов, дипломников безуглого львединского, безуглого основы научного исследования. Так сказать, можно вам рекомендовать, несмотря на то, что это достаточно не новое издание 2008 года. И вот Байхметова Дусенбина, учебное пособие для бакалавриата наших аргандинских коллег «Академическое письмо. Язык и стиль академического письма». Как вы видите, это учебное пособие для студентов, учащихся в бакалавриате. И вот дальше есть ссылка на электронный ресурс, на это учебное пособие. Итак, подумайте над вопросами для закрепления, изучайте литературу, внимательно проработайте данную видео лекцию. Благодарю за внимание.